друзья как всегда вам всем огромный привет и вас всех рад видеть у себя на канале вы посмотрите какое обилие овощей у меня на столе как вы думаете что мы будем готовить мы будем готовить шурпу это узбекский суп точно такой же как для нас борщ для узбеков шурпа это такое национальное блюдо его сегодня мы и приготовим друзья для приготовления шурпы нам понадобится у меня баранина я взял ее с косточками есть такое поверье чем косточка ближе к центру то есть позвоночнику тем это вкуснее бульон получается наваристе так вот я тут взял шеи я взял седло барашка и еще некоторые части которые мы сейчас с вами разберем из овощей нам понадобится полкило лука 300 грамм моркови сладкий перец острый перец сладкий лук томат и картофеля для начала давайте порежем мясо на порционные кусочки мне мясник их уже разрубил косточки теперь нам осталось только порежать и посмотрите каким я замечательным ножом буду это делать это настоящий узбекский нож привезенный из узбекистана валера спасибо тебе огромный добрый человек привез мне эти замечательные ножи один для мяса для другой для овощей на открытый огонь я поставлю казан и налью туда холодной воды мясо отправляем в холодную воду пока у нас закипает наш казан и в нем начинает готовиться мясо давайте порежем лук друзья мои вода начинает закипать а мясо начинает выделять пену смотрите для того чтобы пена выделилась как можно интенсивнее как можно больше и вся мы давайте чуть-чуть присолим мясо мы делаем шурпу кристально чистый мы добиваемся того чтобы бульон был прозрачнейшим поэтому будем снимать всю пену и будем ждать пока мясо и и всю выделят есть такое старинное поверье что шар шурпа обладает лечебными свойствами если у вас простуда то шурпа приведет вас быстро в чувство и так друзья всю пену мы собрали давайте теперь отправлять лук следующим у нас пойдут корнеплоды первым мы отправляем морковь но морковь у нас пойдет после лука минут через 40 друзья 40 минут кипел наш бульон с мясом и с луком теперь самое время отправить туда морковь стручковый перец обязательно потереть туда зиры чтобы получить узбекский аромат и молотого кориандра друзья прошел один час морковку у нас с луком с мясом варилась бульоне один час ровно теперь самое время отправлять сладкий перчик давайте нарежем его красивенько как-нибудь теперь самое время сразу за перцем отправить туда томат я предварительно снял с него шкурку облив кипятком теперь время картошки картошку я предварительно почистил если она у вас слишком крупная вот такая вот как у меня то я ее разрежу на две части если она вот такая вот мелкая то я ее оставлю такой какая она есть вот отправляем картошку давайте добавим еще свежей кинзы порежу я ее мелко и отправлю туда по большому счету нам осталось довести овощи до готовности это минут 20 за несколько минут до приготовления этого блюда мы добавим сладкий лучок я его сейчас порежу отрегулируем соль и сахаром отрегулируем кислотность мы же все-таки с вами добавляли туда томат итак друзья прошло минут 10 с тех пор как мы заложили картошку она в целом готовится минут 20 поэтому самое время закинуть туда сладкий лучок и посолить наше блюдо я думаю что на такой объем нужно 2 2 с половиной столовые ложки соли еще нам нужно немножко добавить сахара в узбекистане есть такой способ приготовления там где кипит шурпа забираем ее и тонкой струйкой отправляем в то место где она не кипит и так после добавления картофеля у нас прошло 20 минут картофель я проверял он готов что такое шурпа забыл я вам рассказать в начале ребятки шурпа это не только суп шурпа это первое и второе поэтому в такую глубокую тарелку мы наливаем бульон вместе с перцем морковью вот и это у нас насыщенный такой бульон оставляем его в сторону а на второе из шурпы мы будем есть картофель вот он наш картофель посмотрите какой он замечательный и кусочек мяса давайте найдем самое тут замечательное мясо вот она шейка я думаю что она настолько вкусно проварилась настолько она будет таять во рту и так друзья шурпа это не только первое блюдо но еще и второе посмотрите какую замечательную шурпу мы с вами сегодня приготовили она пестрит цветами и ароматами я вас уверяю это будет очень вкусно попробуйте подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии спасибо что посмотрели это видео увидимся в следующих роликах до новых встреч пока